Сегодня старшиня Федерации профсоюза в Беларуси Михаил Орда с рабочим визитом наведа в Калинковицкий район. Головная мета – обмерковать актуальные вопросы, аховы працы. Керавник профсоюзного руху ознайомился с деятельностью мясовых предприемств, где не зафиксованы травмы и нечастные выпадки на вытворчасти. Как у Калинковича реализуется концепция нулявого травматизма, доведалась наша здымочная группа. Первый пункт рабочего визита – предприемство коммунальный Калинковицкий. Докладнее его подразделение – мини-ЦЭЦ. Короткая экскурсия по месту пера канала. Процессы на предприемстве автоматизованы. Навод контроль за приходом и адыходом с працы, и проверка на наявность алкоголя у крыви. Каммунальник Калинковицкий – предприемства, где на протягу уже пяти годов не отбывались аня шастные выпадки. Але не только высокая технологичность рабочего процессу да помогла добиться таких вынеков. На каждом вытворчем участку есть працавник, назначенный громадским инспектором. У сего их 22 человеки. Усе прайшли необходное навучание и теперь пильно контролюют выконание потребований по ахове працы. Тратить на это не меньше, как 4 годины на тыдень. До речи с захованием зарплаты. У меня два участка – это мини-ТЭЦ, где мы находимся, и еще есть автотранспортный участок. На мини-ТЭЦ я сравнительно недавно, потому что ее нас реорганизовали, здесь была котельная. И с того момента я здесь нахожусь. Ну, конечно, здесь все организовано на высшем уровне, на мини-ТЭЦ. Как бы особых замечаний, как общественного инспектора, у меня здесь таких нет. Концепция нулявого травматизма реализована у полной меры. Михаил Орда отзначает, с этого пункта погляду предприемство для Беларуси уникальное. Если бы мы где-то посмотрели какие-то офисные производства, там, где люди просто находятся, там в офисе, это одно. Но когда люди находятся постоянно на улице, находятся постоянно в различных работах, производства, на транспорте, на машинах, мы понимаем, что это как раз тот участок, пример, который можно брать за образец. И можно говорить, что сегодня, если мы каждый день сегодня будем свои усилия по этому вопросу объединять и будем работать на конкретный результат ежедневный, у нас все получится. Сегодня, усусветный день деяния за достойную працу, Калинковицкий завод бытовой химии так само не мог застаться без уваги. Выпадка у травматизма тут не зафиксована. Старшиня Федерации профсоюза высоко оценил узровень аховы працы. Еще одна актуальная тема под часу стретчи – боротьба с пандемией COVID-19. Завод еще известный, вырабляя антисептичные сродки и забеспечивая имя профсоюзной организации региона. Мы над этим продуктом начали работать еще в 2019 году. То есть мы не пошли, ну, мы подготовились заранее, скажем, с апреля прошлого года. Поэтому уже был последний этап испытаний, что позволило нам достаточно быстро включиться в производство по борьбе с COVID-19. Тема травматизму на предприемствах застается довольно острой. Все лето в Беларуси по выниках 8 месяцев на вытворчасти загинули 95 человек. Ясше 433 отримали травмы. Основная причина – порушение працевной дисциплины. Керовництво профсоюзного руху подкресливая. Узровень аховы працы на калинковицких предприемствах – приклад для всей краины. Миколай Скинсиян, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».